Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, слушатели моего канала Литерморт, это канал о литературе. Меня зовут Бугаева Надежда Николаевна. Я лингвист, филолог, специалист по романо-германской, славянской филологии. Сегодня хотела бы сказать пару слов о мотиве красоты в литературе, о мотиве прекрасного. Это эстетическая категория. Я уже выпускала видео, где рассуждала о красоте в Тихом Доне Шолохова. Какую роль играет красота у других писателей отечественной литературы? Какой вообще взгляд на красоту сформировался у наших великих соотечественников, отражающих в целом отношение к красоте в русском национальном характере? Бросается в глаза то, как красота рассматривается Михаилом Лермонтовым, одним из самых видных русских поэтов. В частности, есть такие строки Лермонтова, где он напрямую раскрывает тему красоты, говорит о истинной мнимой красоте. А именно, кто скажет мне, что значит красота? Грудь полная или тонкий гибкий стан или большие очи, но порой все это не зовем мы красотой. Уста без слов никто любить не мог. Взор без огня, без запаха цветок. Михаил Лермонтов четко разделяет красоту на истинную и на мнимую, где для него внешняя красота мнимая при условии, что она не подкреплена внутренней красотой. Внутреннюю красоту он с легкостью определяет вот этими двумя стихами. Уста без слов никто любить не мог, то есть уста должны обладать словами. Человек не может быть просто молчаливой куклой с красивой внешней оболочкой, по мнению Лермонтова. Человек должен быть выразителем мыслей. У него должна идти внутренняя жизнь, и он должен ею делиться. Кроме того, Лермонтов так раскрывает тему любовных отношений между мужчиной и женщиной. Двое не могут вступать в любовный союз в молчании. Любовный союз подразумевает необходимость делиться друг с другом, делиться, обсуждать. Не может быть истинной любовью любовь просто двух красивых людей, по мнению Лермонтова. Взор без огня, без запаха цветок. Красивая метафора, где сравнивается человек. В данном случае, конечно, Лермонтов говорит о даме, потому что в сознании Лермонтова красота сразу моментально ассоциируется с женской красотой. Опять же, такова картина мира Лермонтова. Гусары, мужественные, сильные женщины, прекрасные, таким видит мир Лермонтов. Принимаем это так, как есть. Тем не менее, красивая метафора Лермонтов сравнивает красивую женщину с цветком. И опять же, для него есть разница. Просто красивый цветок и красивый цветок с прекрасным запахом. И Лермонтов отвергает первый. Фу, что это за цветочек? У него нет сладкого аромата, а дает предпочтение второму. То есть, очень интересно, да? Лермонтов требует от человека и прекрасной внешности и прекрасной внутренности, внутренних качеств. Встает вопрос, не много ли Лермонтов требует? Не чересчур ли требователен великий поэт нашего с вами Отечества? Как можно требовать человека и ума, и красоты? Пусть одни будут умными, другие будут красивыми? Хочется, казалось бы, возразить Лермонтову. Однако, было бы неверно возражать ему так, ведь Лермонтов в данном случае выразитель гуманистического пафоса. Это высшее проявление гуманизма требовать от человека совершенства и физического, и духовного. Потому что человек на это способен. Лермонтов не требует от человека больше того, что человек может дать. Ибо на красоту всеобъемлющую и физическую, и духовную способен только человек, венец природы. Об этом же примерно говорил Чехов, требуя от человека, чтобы в нем все было прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Человек должен прекрасен весь, потому что он на это способен. Человек гармонически раскрывается лишь в единстве духовного, внутреннего и внешнего, наносного. Лишь одно развивать значило бы недоразвиваться человеку, а человек достоин быть развитым полностью. Вот почему и Чехов, и Лермонтов видели истину красоту человека лишь в полном гармоническом развитии ума, духа и внешности.